Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. У нас в ремонте на этот раз или в ремонте, или в студии, не знаю как правильнее будет называть. Болгарка или УШМ углошлифовальная машина. ПИТ. Модель P61-252. Жалоба. Розетку включили, кнопку нажали, не работает. Причин может быть несколько. Самый банальный. Шнур. Это при условии, что в розетке есть напряжение, то бывает удлинитель не рабочий, там переноска их или еще что-то, розетка не работает, они включают, ой, все, сгорел аппарат. При условии, что напряжение есть в сети, шнур перебит, со шлепчелем могут быть проблемы. Далее с кнопкой, ну и конечно с двигателем. Чтобы это узнать, мы откроем крышку. Здесь вот у нас три шурупа. Сразу скажу, кнопка уже помененная, просто я до этого снимал видео, как я уже упоминал, я удалил, там же было видео по этой болгарке. Вот, но я вам просто сейчас попытаюсь объяснить, каким алгоритмом я такие вот простые неисправности убираю. Вот сейчас откручиваем, ручку вскроем, и я вам расскажу, каким образом. Ручку я открыл. Далее. Что я делаю? Может быть тот скажет, что неправильно, не тот алгоритм работы, с чем ты неправильно начинаешь проверку. Я предпочитаю именно так проверку проводить. Я беру вот мультиметр, прибор, включая на режим изменения и сопротивления. И вот тут мы видим провода на кнопке контакта. Приходит напряжение от провода, и далее уже идет на двигатель. Я проверяю целостность цепи самого двигателя. Сразу говорю, это не проверка, сгорел, не сгорел двигатель. Так вы не проверите, надо разбирать. Просто цепь проверяем. Ну вот смотрим. У нас 7 Ом сопротивления. Как бы для двигателя это нормально. То есть цепь есть. Проблема, когда я ремонтировал, сразу было ясно, что не двигатели. Далее я прозвонил шнур. Шнур прозванивается таким образом, что штепсели замыкаются на клонж железа. У меня вот просто проводок на двух концах крокодил. Я одеваю на штепселе и сразу здесь же мультиметром проверяю. Если цепь целая, то это не провод. В данном случае оказалось, что кнопочка сгорела. Вот она кнопочка. Тут к тому же не родная стояла. Мы видим тут курок длинный, она стояла с коротким. То есть здесь шель такая была. Вот, некрасиво смотрелась. Кнопочка оказалась не рабочая. Тут она щелкает. Это даже не щелкало. И тут мы видим, видите, один контакт нормальный, а другой выгорел. Вот верхний. Разбирать их смысла нету, ремонтировать. Даже если контакты зачистил, два-три включения, опять то же самое. Поэтому я пошел. Вот видите, даже тут выгорело. Я пошел, подобрал кнопку, и получилось так, что взял удачно, прям вот с курочком, который аккуратно ложится, как родной. Вот. и все и заменил. Сейчас закроем. Я вам продемонстрирую, что все. Все четко работает. Нажали, включилась. Без заеданий. Кнопочка. Хорошо сюда встала. Вот таким вот простым способом, простым алгоритмом можно выявить неисправность. это как бы самое распространенное, самое не страшное, неисправное, самое легкое. Вот. А на этом все. Если кому-то это видео понравилось, или было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, встречайте новые ролики. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok